Всем привет! С вами снова Константин Калуцкий и сегодня мы продолжаем наш разговор о трансферной политике ведущих клубов России и сосредоточимся на Краснодаре. Не так давно в прессе просочилась информация о том, что команда постарается в ближайшее время расстаться с пятью зарубежными футболистами. Ну, в том числе это связано с тем, что у Краснодара очень сложная ситуация с лимитом на легионеров. Напомню, что команды со следующего сезона должны заявлять максимум восемь зарубежных исполнителей. И даже с учетом того, что Аэр получил российский паспорт и считается теперь еще и претендентом на попадание в сборную России, даже с учетом того, что Мартынович имеет российский паспорт и, собственно, как белорус имеет право выступать у нас не в качестве легионера, даже с этими условиями все равно получается, что у Краснодара перебор зарубежных исполнителей. И даже были слухи про то, что Галицкий пытается отсрочить принятие нового лимита хотя бы на сезон, чтобы решить все эти вопросы. Ну и, возможно, с этим связано то, что появились слухи о возможной распродаже зарубежных исполнителей. И давайте разберемся в этой ситуации. Появился список из пяти легионеров, которые могут покинуть Краснодар в ближайшее время. И по каждому из них я конкретно пройдусь. Хочу напомнить вам, что мои друзья создали телеграм-канал, в котором публикуют бесплатные прогнозы на спорт и помогают зарабатывать на ставках. Все открыто и честно. А самое главное, по статистике проходимость прогнозов более 90%. Так что, не теряя ни минуты, заходите в телеграм-канал, ссылка в описании. Итак, начинаем с двух футболистов, которые практически гарантированно покидают Краснодар в ближайшее трансферное окно. Это Маркус Берг и Ману Фернандеш. Ситуация с ними предельно ясна. У них истекают контракты, а переподписать данных футболистов практически нет никаких шансов. Ведь, по сути своей, у команды и так переизбыток легионеров. В следующем сезоне, если они никого не продадут, у них будет 9 иностранцев, у которых есть контракты на следующий сезон. Это уже больше, чем нужно. Опредлевать контракты с Бергом и Ману Фернандешем, это значит получить 10-го и 11-го зарубежного исполнителя в своем составе. То есть троих игроков просто будут держать вне заявки, и они будут бесполезным грузом, который можно использовать, но только в Еврокубках. Это, согласитесь, абсурд. Поэтому для того, чтобы удержать одного или другого, тут нужно, чтобы они, во-первых, провели выдающиеся сезоны, чтобы Ману Фернандеш в оставшихся матчах чемпионата России положил 10 мячей со штрафных, а Маркус Берг забил еще 20 мячей через себя. Вот тогда, возможно, Краснодар заинтересуется этими футболистами. Они продадут других иностранцев и оставят этих. Только при таких условиях эти двое сохранят свое место в составе Краснодара. Ну а так оба они уходят. Тем более, что есть еще один важнейший фактор. Это возраст. Краснодар, в принципе, за последнее время серьезно укрепился именно вот такими статусными игроками, достаточно матерыми. Это, в том числе, было сделано для дебютного сезона в Лиге Чемпионов. Но сейчас мы должны понимать, что новый лимит несколько ограничивает возможности быков в этом плане. Поэтому, если им и нужны опытные игроки, ищите россиян. В конце концов, Камболова как-то нашли. Ну и в этом случае получается, что Фернандеш и Берг однозначно на выход. В случае, если они что-то выдающееся покажут, возможно, Краснодар попытается как-то сманеврировать. В том числе, вложиться в лимит за счет других исполнителей. Кого-то продать, освободить место и так далее. Но пока что ситуация однозначна. Тем более, что есть варианты на подмену тому же самому Ману Фернандушу. Это, в первую очередь, Кабелла, взамен которому фактически Фернандеш и подписывался, на подмену которому. И которого он, так или иначе, пытался заменить во время травмы француза. Ну и плюс Классен, который тоже способен действовать на позиции атакующего хавбека, крайнего хавбека, плеймейкера. Называйте, как хотите. С Бергом все сложнее. Потому что, во-первых, остается всего один центральный нападающий Ари. Напомню, Игнатьев был уже продан в Рубин, поэтому ситуация сложная. Камличенко, который является экс-игроком Краснодара, перешел в Динамо. Перехватить его будет тоже затруднительно. И не совсем понятно, кого именно может подписать Краснодар в ближайшее время. Зарубежных исполнителей. Но это, опять же, приведет к ситуации с осложнением лимита на легионеров. Российских игроков, нападающих, не так много. Возвращать Смолова из Локомотива или из Сельты, ну это будет интересно. Но не факт, что в одну и ту же реку можно зайти дважды. И такими темпами я не удивлюсь, если команда будет рассчитывать на Ари и еще на одного игрока, скажем так, с российским паспортом, но не полностью российским происхождением. Речь про русско-негрейского нападающего Анукка, который выступает за молодежную команду. Краснодар, кстати, провел 10 минут из-за основу в этом сезоне. Ну и, в принципе, в первом дивизионе отметился 11-ю мячами в 23-х встречах. Нельзя сказать, что это выдающиеся показатели. Ну хотя бы что-то. И хотелось бы отметить, что это на данный момент, наверное, самый сильный нападающий в дубле Краснодара. Возможно, есть какие-то другие мнения, но пока что именно этот паренек проявляет себя ярче всего. При этом нужно отметить, что стилистически он не особо подходит к Краснодару, потому что он мощный статный парень, а там все-таки больше нужны вариативные нападающие, которые много двигаются по полю. Что касается других трех футболистов, которые могут покинуть Краснодар по слухам, это Фьолусон, это Спайч и это Кайо. Отметим, что у них у всех контракты до следующего сезона минимум. У Фьолусона до 21-го года, у Спайча до 23-го вообще, ну а у Кайо до 24-го. И здесь действительно выходит очень сложная ситуация, потому что эти иностранцы имеют контракт до следующего сезона, и в нынешних условиях Краснодар подойдет к следующему чемпионату с 9-ю иностранными футболистами. То есть кого-то из них, из этих троих, допустим, придется либо продавать в другой клуб, скорее всего, задешево, потому что клуб-покупатель будет прекрасно понимать, Краснодар либо продает этого игрока, либо он сидит без игровой практики, потому что его нельзя заявить на сезон. Повторяю, максимум 8 иностранцев, а у Краснодара есть 9 легионеров на контракте на следующий сезон. Либо просто держать, как я уже сказал, мертвым грузом футболистам, ну допустим, того же самого Фьолусона, просто получает зарплату и ни черта не делает. Либо разрывать контракт и платить неустойку. Короче говоря, здесь причины для беспокойства действительно имеются. И в принципе, одного из троих можно продать. Но чтобы всех троих сразу, это будет катастрофой на самом деле. Тем паче, что тот же самый Спайш показывает очень приличный футбол в целом по этому сезону. В начале чемпионата России я его критиковал, но в целом сейчас он очень хорош. И как мне кажется, он вместе с Сорокиным должен стать основной связкой на будущее. Ну а касательно Кайо, опять же, я его много критиковал по первой части сезона. И хотелось бы отметить, что он не случайно отправлялся в дубль. То есть были проблемы с адаптацией, но позже-то. Позже он показал себя неплохо на позиции центрального защитника. И хотя и там косячил и допускал по марке. Которую я, кстати, в свое время разбирал еще на старом канале. В целом, как мне кажется, у него есть перспектива. Все-таки он молод. Поэтому из троих можно расстаться, наверное, с Фьолусом. Тем более, что появился молодой российский игрок Сорокин. Вот как раз замена. Есть по-прежнему Мартынович, есть Спайч, есть тот же самый Камболов универсал. Есть универсал, как оказалось, Кайо, который вы можете сыграть в центре защиты. И вот, пожалуйста, вам хорошая подборка исполнителей. И лимит будет соблюден. И Спайч останется один из ведущих исполнителей. И Сорокин получит игровые минуты. И опытный, можно сказать, местный легендарный футболист Мартынович, который прошел с Краснодаром даже ФНЛ. Так вот, он тоже останется в команде. Вот хороший вариант. Но если всех троих, то непонятно, как вы будете формировать центр защиты. Конечно, в этом есть свои плюсы. Потому что освободится два дополнительных места для иностранцев. И их можно будет заполнить другими исполнителями. Ну, допустим, более звездными. Неожиданно там соберется Галецкий с деньгами, подпишет, не знаю, Юм Тите из Барселоны или кого-нибудь еще. Кого можно будет подписать, учитывая, что он клубу, ну, скажем так, не особо нужен. Тогда окей. Но пока что продавать с Пайча, и кем вы его замените, будете играть с Мартыновичем и Сорокиным, и Камболовым на позиции запасного защитника, ну, можно потянуть Бородина из дубля Краснодара, кого-нибудь еще. Но тоже, получается, сплошные вопросы и сплошные сомнения. Так что в данном случае, как мне кажется, если продавать, то кого-то одного из них. Ну, или в крайнем случае двоих, Фьолусон, например, и Каю, учитывая то, что у Каю сейчас появились российские конкуренты на всех позициях. Черников в центре поля, очень неплохой перспективный паренек, опорный полузащитник, в центре защиты Сорокин. Может быть, здесь и есть смысл. Хотя я вижу в Каю неплохой потенциал, который можно будет в дальнейшем раскрыть. В конце концов, недаром же за него платили достаточно серьезные деньги, учитывая его молодость. В общем, ситуация загадочная получается. Если Краснодар действительно расстанется со всеми пятью футболистами, которые появились в прессе в качестве списка на продажу или на выход, то тогда нас ждет либо масштабная перестройка, либо какой-то очень смелый эксперимент с заигрыванием молодежи. Допустим, в следующем сезоне команда начнет играть со связкой, ну, допустим, Сорокин-Бородин. Либо, например, дадут еще один шанс кому-то из арендованных футболистов. Ну, например, Горицаенко, который вернется из аренды и, может быть, ему дадут новый шанс. Хотя, как я уже отметил, это будет слишком рискованный план, который может просто привести к краху. Короче, вот таково мое мнение касательно данных слухов. Что думаете вы? Пишите в комментариях ваше мнение. Ставьте лайк, если видео понравилось. Подписывайтесь на нашу группу ВКонтакте и Ютуб-канал. И следите за обновлениями на нашем втором канале. Он посвящен кино и сериалам. Ссылка в описании. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ну, а если вы хотите поддержать наш канал, то можете сделать это финансово. В описании указаны реквизиты Сбербанка, Яндекс.Кошелька. Если вы поддержите нас финансовым донатом, то мы отдельно поблагодарим вас в ближайших видео. Ну и плюс к этому, если вы хотите помочь нам в продвижении этого видео, то можете оставить комментарий. Только комментарий должен быть больше 5-6 слов. Всем удачи, всем пока!